Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. Сегодня день учителя, педагогов, работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником поздравляет глава Карачева-Черкесии. Это праздник людей, которые пришли в сложную и ответственную профессию, требующую полнейшей вовлеченности по призванию. Педагогика не может быть ремеслом в ее основе любовь к детям и чувство ответственности не только за их интеллектуальное развитие, багаж знаний, но и за их будущее, личностное становление и путь, который они выберут в жизни. С полным правом могу сказать, мы гордимся педагогами Карачева-Черкесии, ветеранами, имеющими огромный опыт за плечами и молодыми активными кадрами, победителями региональных и всероссийских конкурсов, талантами, которые трудятся в больших школах с тысячами учеников и в маленьких отдаленных селениях, выкладываясь на те же 100%. Спасибо вам за ваш труд. В свою очередь, региональные власти делают все, чтобы качество образования в республике вышло на еще более высокий уровень. Там, где знания, сила учителя-проводники. В Центральном парке Черкеска, возле памятника первому учителю, прошло торжественное мероприятие к одни учителя. Концертная программа с участием студентов и педагогов наглядно показала всю любовь и благодарность учеников к своим учителям. Выразить свое почтение в адрес коллег присоединилась и Инна Кравченко, министра образования и науки Карачева-Черкесии. На праздники побывала Майя Хамдухова. День учителя – это повод для благодарности тем, кто ежедневно вкладывает свои знания и силы в будущее подрастающего поколения. В России этот праздник отмечается с 1965 года, и с тех пор он стал символом уважения к профессии педагога. А в Центральном парке Черкеска в осеннюю пору под яркие лучи солнца, возле памятника первому учителю, педагоги принимали поздравления от своих подопечных ко дню их профессионального праздника – Дня учителя. Гостей встречали нарядные ученики младших классов и студентки Пет-колледжа Черкеска. К мероприятию присоединилась не только молодежь, но и представители образовательных учреждений, среди которых присутствовал и министр образования и науки Инна Кравченко. Она поздравила своих коллег и поблагодарила за терпение и огромный труд в их нелегком деле. Мы говорим слова признательности педагогам Карачаева-Черкесской республики за их воспитание и образование подрастающего поколения. Глядя на юных школьников, которые так выразительно выучили стихи, чтобы поздравить своих учителей, сами виновники торжества вспоминали свои школьные годы. О том, сколько было пройдено трудных уроков не только школьных, но и жизненных. Ведь главный урок жизни дают именно они, учителя. От всей души желаем вам добра и мужества, и стойкости, и веры. Среди выступающих студенток были и те, кто впитал в себя эту мудрую профессию педагога. И участие в подобных мероприятиях лишь усиливает их стремление стать достойной сменой своих учителей. Я выбрала профессию педагога, потому что, ну, в первую очередь у меня семейная династия, у меня мама педагог с большим стажем. Какой предмет ты бы хотела преподавать? Я бы хотела специально с начальной класса. Почему? Потому что, мне кажется, именно в начальном классе выстраивается такой некий фундамент. Вот как поведешь ты ученика, так в дальнейшем он и пойдет. За один день невозможно оценить вклад педагогов и учителей в развитие подрастающего поколения. Это годы труда, терпения и даже испытаний. Но каждый выбирает профессию, которая определяет будущее детей. А учителя являются проводниками знаний, дисциплины и патриотического воспитания молодежи. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Открывает дверь в мир знаний учителей. У каждого педагога своя судьба. Она посвятила свою жизнь благородному труду. Работала учителем, радовалась успеху своих учеников. Наш репортаж о Льозе Магомедовне Караевой. О том, как найти себе силы и научиться жить заново, заниматься творчеством, радоваться каждому дню. Светлана Шаганова далее. В солнечный осенний день в руках учителя темные аллеи Бунина. От произведения веет счастьем, благодарностью к жизни. Льоза Магомедовна Караева проводит параллели со своей судьбой, в которой были и потери, и взлеты. Позади школьная пора. Но букет цветов напоминает об уроках, тетрадках, учениках. Он мне напоминает школьные годы. Первое, начало учебного года, всякие дни учителя. На любые праздники уже букет дарили, конечно. Такая ностальгия. Это сейчас оно как-то уже постепенно проходит. А первое время даже не видишься, что это время прошло. Сейчас уже, вот как посмотришь с балкона, выйду, часто сижу. Вот 1 сентября пошли в школу. И думаешь, прошли мои годы. Льоза Магомедовна с радостью рассказывает о своем детстве, которое прошло в ауле Каменомост. Детей в семье Караевых было много. Одна из сестер играла в доктора. Другая любила считать на счетах. А маленькая Льоза представляла, что она учитель. Роль в домашнем спектакле оказалась пророческой. Окончив Чемкенский педагогический институт, факультет филологии, начинающего учителя русского языка и литературы направляют в город Красноводск, Туркменской СССР. Мне всегда хотелось быть учителем. Это действительно детская такая мечта была. Всегда у меня порядок был на уроках. Тишина. Дети когда ко мне тянулись, уважали, чтили. В городе Красноводске Льоза Караева встретила свою судьбу. Вместе с супругом они переехали в Карачаевск. Свою педагогическую деятельность продолжила в Кустахе Тагурово. После работала в третьей школе Карачаевска. Казалось бы, вот оно счастье. Семья, единственный сын Рамис, любимая работа. Но один день осени словно молния ранила в сердце, разбив счастье матери. Тогда моя жизнь разделилась на до и после. Моя трагедия, моя грусть была. Единственный сын учился в университете, 24 года. Разбился. Буквально авария. Вот с того времени, 10 лет после 26-го года, вообще выпали с моей жизни. Я не знаю, все, что я говорила, ты вообще не улыбалась, не смеялась. Ну, такое состояние было совершенно шоковое, в которое я не могла оправиться. В тот момент казалось, что время остановилось. Да и семейная жизнь уже не складывалась. И оставаться в Карачаевске Льоза Магометовна не могла. Карачаевске везде сын. Напоминала все о нем. Да, где учился, где в саде ходил, где родился, где мы ходили, где в парке, где выступал. Он хорошо пел. Передача по телевизору о доме престарелых дала силы жить дальше. 10 лет назад Льоза Караева приняла решение переехать сюда и начать жизнь с чистого листа. Когда сюда уже пришла, постепенно, постепенно забылось. Другое место, ничего не напоминает. Вот здесь я пришла в себя. Мне как-то я и начала разговаривать. Ее по-прежнему окружают заботой и любовью родные и близкие люди. И здесь, в социальном пансионате «Гармония», весь коллектив стал для нее большой дружной семьей. Есть сестры, племянники, племянницы, слава Аллаху. А сейчас, когда увидели, что я веселая, что я активно участвую в жизни пансионата, выступаю где-то, выезжаю, грамоты дают. И они как-то успокоились немного, говорят, ну ладно, если тебе-то хорошо. Они вот так. У меня очень хорошие сестры, племянники, племянницы. Я их очень люблю. Меня сестра вообще к себе забрала. Я бы могла жить у нее. Мне нравится уже. Захочу, пойду домой. К ним гость вот недавно была. Леоза Магометовна – творческий человек. Активно проявляет себя во всем. Здесь она села за парту, но уже в роли ученицы. Успешно выполняет задания на занятиях по трудотерапии. Участвует во всех мероприятиях пансионата и пишет стихи. И, как она признается, пусть не всегда в рифму, но главное – от души. Законы горгласят. В аулах, где нет детей и стариков, счастью не бывать. Стариков надо уважать. Пытайтесь, старайтесь стариков любить. Стариков не надо обижать. Стариков не надо бросать. Замечания стариков надо без обиды принимать. Ведь старики могут порою советы нужные, жизненные давать. Леоза Магометовна с огромной радостью рассказывала о жизни в пансионате. О людях, которые всегда рядом. О подруге по комнате Людочки. Об их дружбе. И, конечно, об условиях в пансионате гармония. Ухаживает, обслуживает. Питание нормальное. Полностью здесь одевает. Ольга Ивановна, я всегда об этом говорю, очень хороший руководитель. Ну, что называется руководитель во всех смыслах этого слова. Во-первых, она тактичная, вежливая, образованная, воспитанная. И коллектив ее уважает. Я ее очень уважаю. Ольгу Ивановну Прыганову. У нас очень красивый, очень красивый. Даже с той стороны смотришь экзотический балкон. А посмотрите, какой вид. Вид шикарный. Шикарный. А двор наш какой красивый. Постоянно ухоженный. Летом поливают. Я горжусь нашим пансионатом. И нашим руководцем, нашим коллективом, жильцами. Я действительно горжусь. Все-таки это мой дом. Десять лет живу. Школьные годы чудесные пролетели. Но остались песни, которые вселили в эту сильную духом женщину надежду. Подарили радость. Я очень любила школьный вальс. Есть еще одна замечательная песня «Некогда стареть учителям». Давайте ее попробуем напеть. Попробуем. Некогда стареть, некогда стареть, некогда стареть учителям. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня на всесезонном курорте Дамбай проходит бесплатный туристический форум. В рамках форума гостей ожидают танцы ансамбля Кочегу Шохлук и показ национальных костюмов, а также выступления экспертов, круглый стол по развитию туризма и площадка с просмотром фильма «Испытание аулом». Также гостей форума ждут чеканка монет, мастер-классы по стрельбе из лука и живописи, фотон в бурке и папахе, выставки картин и нейросетевых работ. Сегодня на стадионе «Нарт» в Черкесске состоится очередной матч. В рамках турнира второй лиги одноименная команда примет на своем поле соперников из Назрания. Всех болельщиков ждут на стадионе «Нарт» в 15 часов. Надеемся, что сегодня наши спортсмены продлят успешную серию. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!